Итак, OpenAI шокировала весь мир, выпустив DALI 2, вторую версию своего искусственного интеллекта, который рисует картинки по текстовому описанию, редактирует картинки и в целом работает с картинками. Почему шокировала весь мир? Ну потому что качество генерируемых картинок, вот можете сами посмотреть, это просто что-то с чем-то. Вообще-то собирались креативные профессии типа художников-музыкантов заменять и автоматизировать последними, но что-то пошло не по плану и поэтому, судя по всему, они будут автоматизированы теперь первыми. Вот есть неплохой такой сабреддит, посвященный как раз разным выборкам из результатов, сгенерированных этим искусственным интеллектом. Кому, кстати, интересно воспользоваться, к сожалению, пока нельзя, есть вот список ожидания, там что-то около 500 человек всего, но из хороших новостей его собираются делать открытым, насколько это возможно, то есть дать доступ всем уже этим летом, то есть ждать осталось совсем немного и нехилый такой хайп здесь на реддите по этому поводу собираются. Вот, например, мышка, сгенерированная этим искусственным интеллектом. Какой prompt, то есть что ему сказали сгенерировать, тут кажется забыли упомянуть. Ну вот неплохой пример. Попросили сгенерировать иконку приложения. Ну-ка, где здесь prompt? Они вот как-то не всегда это пишут. Ха-ха-ха. Судя по всему, вот это и есть prompt, то есть что ему написали, сгенерировать вот это вот, и он это сгенерировал. Тут можно несколько часов спокойно жизни потерять, просто изучая вот эти вот прикольные вещи, причем не только вот такие прикольности всякие, он еще и может высококачественные вот эти вот фотореалистичные, или как они называются, не знаю, тоже вещи генерировать. Вот, например, просто ему сказали, babyfennage, чихающий на клубничку, вот это вот все, и отобрали один из вариантов. По-моему, там все варианты неплохи, где-то здесь есть еще что-то вот это вот, все варианты, которые он сгенерировал. Генерирует он, кстати, быстро, там меньше минуты, насколько я знаю. Запускать нейросеть это вообще без проблем. Конечно, энергии много жрет, но у OpenAI столько ресурсов, что если мне позволили пользоваться бета и OpenAI, GPT-3, вот этой, то вообще без проблем, по-моему, можно вот это вот будет запускать на относительно таком бесплатном фритир, или трайле, или чем-нибудь еще. Про это вот я снимал видео, текстовый генератор, слэш редактор, слэш вообще какая-то гениальная вещь. Кому интересно, ссылочку где-нибудь на видос про него оставлю в описании. Ее, кстати, поменяли недавно. Теперь здесь есть кодекс, которым можно пользоваться тоже на халяву. Не нужно ждать, там, этот waitlist, пока список ожиданий одобрят. Сейчас по-быстрому покажу, например, там, на каком угодно языке. Давайте, ну, in Python, create a simple calculator. Это самое такое очевидное, что его можно попросить сделать, но он еще и может редактировать теперь код, вот там, искать ошибки, еще что-то. По сути, просто сделали немножко удобнее, чтобы можно было использовать его самому, тут не придумывать, как ему надо спрашивать. Ну да ладно, видос не про это, видос про Далли. Вот, кстати, имени Сальвадора Дали и Валли. Такой вот минутка фактов. Есть вот это вот research, который, кстати, трындец сколько весит. Я попробовал загрузить, она там 2-3 минуты прогружалась тогда. Да, тут всякие интересные технические детали о том, как она работает. И такой еще, напоследок, небольшой лайфхак. Если вы как-то уже насладитесь всем этим и захотите сами попробовать, пока его еще не выпустили в открытый доступ, то есть вот такой вот тред на реддите. По-моему, он вход есть. Вот requests. Здесь просто в комментариях можно оставить, например, то, что вы хотите, чтобы он сгенерировал. И ребятки, у кого есть доступ к этому всему, они вот отвечают, оставляя ссылки на то, на картинку, которая по этому промпту получилась, по этому запросу. Так что вот таким способом тоже можно ее использовать. По-моему, отвечают здесь практически на все. По крайней мере, ощущение такое создается. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Когда она выйдет в открытый доступ, обязательно сделаю еще одно видео. Самому не терпится с ней побаловаться. Реально прикольные вещи тут получаются. На этом все. Вот такое вот видео хороших новостей. Скоро искусственный интеллект захватит мир. Все это уже, ладно, оставим как-нибудь на потом. И всем спасибо за внимание. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok